В каких случаях нужен ортопедический корсет для спины и как выбрать правильную модель? Всем привет! Меня зовут Сергей Длин, я врач-невролог, остеопат, руководитель клиники лечения позвоночника и суставов. И это мой канал о том, как правильно заботиться о своем организме, чтобы оставаться активным и здоровым на долгие годы. Недавно я просил в комментариях написать темы, которые вы бы хотели увидеть в новых видео на моем канале. И одна из таких тем была, в каких случаях нужен ортопедический корсет для спины и как выбрать правильную модель такого корсета. Давайте вместе разберемся сегодня в этом видео. Корсет или бандаж для поясничного отдела позвоночника это в первую очередь инструмент быстрого реагирования. Что это значит? Если, например, пациент уже страдает от боли в пояснице, наряду с обезболивающими препаратами применяют очень часто корсет для снятия нагрузки с поясницы. Преимущество применения ортопедического корсета в данном случае заключается в том, что он не оказывает токсического влияния по сравнению, например, смазями, бальзамами, которые наносятся на кожу, а особенно с различными обезболивающими таблетками, которые люди очень часто принимают и даже длительное время. И которые, конечно, негативно влияют на желудочно-кишечный тракт и прочие внутренние органы. Какие функции выполняет корсет для спины? Во-первых, он облегчает боль в поясничном отделе позвоночника. Он разгружает и стабилизирует пояснично-крецовый отдел позвоночника за счет уменьшения подвижности позвонков. То есть, фактически он как бы удерживает поясничный отдел и не дает избыточно двигаться позвонкам суставов, потому что при болях там все воспалено. Он поддерживает правильное положение позвоночника. То есть, он поддерживает так называемые, видите, физиологические изгибы. То есть, вот эта вот пружинка должна быть в норме. И корсет это помогает делать. Также он помогает скоординировать работу мышц спины. То есть, делать так, чтобы правильно с правой и с левой стороны мышцы друг относительно друга сокращались и расслаблялись. И, конечно же, корсет еще проводит, ну, скажем так, не обездвиживание, но ограничение подвижности на медицинском языке называется это мобилизация позвонков в поясничном отделе. Еще такой вопрос. Знаете ли вы, что мобилизация, то есть, ограничение подвижности с помощью корсета полезна для вашей спины и позвоночного столба? Объясняю. Если мы хотим защитить спину от неправильного движения, которое может вызывать боль или травму, особенно если, например, в прошлом у вас было заболевание спины или операция на позвоночнике, то корсет будет одним из таких самых надежных и верных спутников. Почему я говорю одним из? Дело в том, что при заболеваниях опорно-двигательной системы или при их профилактике задачи решаются в комплексе всегда. То есть, нельзя сказать, что, например, делаю только вот одно вот это и мне навсегда будет хорошо. Всегда подходим комплексно. Это может быть и лекарственная терапия, это может быть мануальная терапия, остеопатия, упражнения в виде лечебной гимнастики и, конечно же, ношение ортопедических изделий. И при определенных ситуациях вот эта мобилизация может иметь решающее значение для правильного выздоровления спины. То есть, мобилизация с помощью ортопедического корсета. Боль в спине вообще может варьироваться от легкой, ну, когда чуть-чуть мы чувствуем небольшое такое ощущение, то болит, то не болит. Вроде как можно не обращаться еще к врачу, самостоятельно заниматься, до очень сильной. То есть, у кого легкие случаи заболевания, например, испытывают боль в спине, но это лишь небольшое неудобство. А кто-то может страдать, не знаю, там, сильнейшей болью в спине или в результате травмы, либо симптомов какого-либо заболевания, например, грыжа диска. И, например, те люди, кто страдает болями в спине, они замечают, что определенные движения и позы усиливают болезненность. То есть, допустим, я наклонился вперед, вот, и у меня там, например, потянуло. Или я стою, когда болит, вот я часто спрашиваю своих клиентов, когда долго стою или долго сижу, или когда сутулюсь. И для того, чтобы ваш позвоночник не испытывал дискомфорт, нужно ограничивать определенные движения в определенных сегментах. Вот тут и пригодится как раз корсет. Опять-таки, на полное решение проблемы, как я и говорил ранее, мы реагируем в комплексе. Никто не исключает лечебную гимнастику. Ваш позвоночник должен находиться в вертикальном положении. Плечи отведены назад, грудная клетка приподнята, а позвоночник, ну, как бы он подтянут. Вот это правильная осанка. Но многие или из нас сидят, или стоят в таком положении. Большинство сутулится. То, что я вижу, например, когда едешь в общественном транспорте, большинство людей сидят вот так, в телефонах. То есть, на самом деле, спина все время находится в неправильном положении. Это приводит не только к неправильной осанке, но и со временем к сильным болевым ощущениям в спине. Вообще, плохой или неправильный изгиб позвоночника также вызывает слабости в поясничном отделе. И может привести к деформации межпозвонковых дисков и сделать более склонными к травмам. То есть, в норме у нас позвоночник должен иметь эти изгибы. И очень часто я наблюдаю, что, например, в пояснице идет прямая линия. Нет вот этой пружинки, которая разгружает мелкие межпозвонковые диски. В каких еще случаях ношение корсета будет актуально? Допустим, например, вам предстоит долгая дорога в автомобиле или в самолете. Или ваша работа, например, связана с какой-то физической нагрузкой, с долгой двигательной активностью. Например, нужно куда-то долго ходить, что-то разносить и так далее. Корсет в таких случаях защитит от перенапряжения спины. Еще один очень важный момент. Если вы используете корсет для спины или планируете приобрести его, убедитесь, что вы выбрали правильный тип корсета для своего позвоночника. Все заболевания спины различные, требуют, соответственно, разного уровня лечения. А также существуют, оказывается, и разные типы корсетов. Один тип может принести вам больше пользы, чем другой. Давайте разбираться, в чем же и у них разница. Например, есть так называемые, в кавычках, легкие бандажи для спины. И носят их для профилактики. Это самая простая и наиболее доступная по цене модель. Ну, грубо говоря, если со спиной в целом все хорошо, но человек, например, должен проводить какую-то нагрузку, что-то тяжелое нести, вот здесь вот такой корсет будет очень здорово профилактировать, ну, скажем так, травмы межпозвонковых дисков, чтобы они не образовывались, не травмировались эти диски. И основой такого ортопедического изделия, как правило, является дышащий материал с высокой эластичностью и упругостью. Опять же, этот вид корсетов не решает таких задач, как снятие болевого синдрома или снижение, уменьшение подвижности, например, в области, где болит. При болевых синдромах используются другие корсеты. Это полужесткие корсеты, или так называемые средней жесткости, или корсеты с жесткой фиксацией. Разберем подробнее, за счет чего обеспечивается эта самая фиксация в области, ну, мы говорим о пояснице, например, поясничного отдела. Рассмотрим, например, корсет с шестью ребрами жесткости. То есть, они, другими словами, идут по бокам. И этот корсет, например, есть такая фирма Interlin, которая производит подобные корсеты. Он выполнен из умеренного эластичного материала, который обеспечивает поддержку пояснично-крестцового отдела позвоночника спины, и при этом не сковывает движения. То есть, с одной стороны, эти ребра жесткости ограничивают здесь подвижность, с другой стороны, благодаря тому, что там есть движение в самих ребрах жесткости, вот в этих вставках, они не, знаете как, не такие неподвижные. То есть, при наклонах они тоже создают определенное движение, при этом, скажем так, участвуя в этом движении и разгружая спину. И ребра жесткости, как правило, металлические и имеют, как я уже сказал, такую небольшую гибкость, в меру гибкость. То есть, при этом они не дадут слишком сильный сделать наклон. При этом они поддерживают. То есть, как бы человек делает наклон и при этом чувствует, как будто бы, знаете, как будто бы рука чья-то будет удерживать и разгружать мышцы. Важно еще по поводу корсетов, чтобы ребра жесткости были сделаны из металла. Потому что очень часто есть корсеты, с которыми мне приходилось сталкиваться, когда они сделаны из пластика. Именно с металлическими вставками корсет будет действительно работать. Если их нет или они недостаточно жесткие, корсет функциями точно не справится. Что еще могу сказать про корсет? На обратной стороне его, на части, которая прилегает к телу, находится противоскользящая плоскость. Ну, то есть, такие полоски, которые будут лучше фиксировать корсет на коже. И правильно корсет, при том, когда мы его затянули, он будет правильно располагаться на нашем теле, правильно будут располагаться ребра жесткости на спине. То есть, правильно осуществляется поддержка. Он не съедет в течение дня, пока человек, например, двигается. Существуют модели корсетов и с четырьмя ребрами жесткости. Это так называемые средние фиксации. А также, как я уже говорил, и с шестью ребрами жесткости. Это более жесткая, сильная фиксация, которая необходима при очень сильных болях, когда вообще любое движение, ну, человеку в его случае может быть противопоказанным и вызывать сильнейшие боли. Например, при острых грыжах межпозвонковых дисков. В общем, их можно использовать для предотвращения и развития межпозвонковых грыж во время лечения, при смещении, так называемом смещении дисков, ну, это образование, острое образование межпозвонковых грыж, для разгрузки мышц спины, например, при остром воспалении мышц спины и снятие, естественно, болевого синдрома, в том числе корешкового. То есть, когда боль идет по одной ноге. Еще один важный момент, о котором бы я хотел рассказать. Корсет нужно надевать в положении лежа. Всегда стараться надевать в положении лежа. Почему? Потому что так органы находятся в более правильном анатомическом расположении. Удобная застежка в корсете, которая является также липучкой, позволяет фиксировать его по обхвату. Ну, грубо говоря, талия все равно у всех разная. И для того, чтобы он, корсет, прилегал к нашей талии более плотно, вот эта липучка создает возможность его натягивать, уменьшать натяжение. То есть, создавать так, такое натяжение, которое не будет с одной стороны ны пережимать дыхание, но при этом разгружать спину. Дальше, что еще? На данном корсете используется в меру мягкая ткань в области живота. Такая застежка не сковывает движения. Например, наклоны. Как я уже говорил, очень важно и то, что ткань тянется, и застежка помогает регулировать степень взаимодействия с нашей талией. При надевании важно, конечно же, не перетянуть, но и ослабление. Если вы слабо сделаете, скажем так, он будет болтаться, пояс, то эффекта никакого не будет. При правильном подборе размера и верном ношении вы точно сразу почувствуете ощущение такой поддержки поясницы. Нагрузка с мышц спадет, и как следствие, через некоторое время начнет уходить боль. Разные модели отличаются не только функциональностью, но и удобством ношения. Например, в данном корсете есть мягкая эластичная окантовка, которая соприкасается с телом, и это предотвращает натирание или сдавление наших тканей, нашей кожи. Такой бандаж для спины можно носить под одеждой, прям непосредственно на голое тело. А специальные нанесения на внутренней стороне предотвратят сползание. То есть, корсет будет сидеть достаточно четко и не будет елозить по нашему телу, по коже, и, соответственно, правильно удерживать поясничный отдел позвоночника. И я бы хотел отдельное внимание уделить вот этой модели SLB05. Уникальность ее конструкции заключается в том, что данный корсет имеет изогнутые ребра жесткости и дополнительную вставку для спины в виде небольшой подушечки. То есть, этот корсет поддерживает, естественно, изгиб в поясничном отделе. Соответственно, и нужны, для чего они за счет изогнутых ребер жесткости в конструкции корсета восстанавливается правильное положение поясничного отдела позвоночника, и это помогает предотвратить неправильное формирование изгиба спины. Что еще? Деформация и смещение позвонков при поясничном лордозе грозят защемлением нервных корешков, развитию межпозвонковых грыж, воспалением мышц окружающих позвоночник и разным прочим осложнениям. Поэтому любая деформация оказывает негативное влияние на работу близ расположенных органов. Сильная деформация вызывает тяжелые нарушения в работе всего организма. И как раз-таки для лечения и предупреждения таких заболеваний нужно выполнять комплексное лечение, в которое обязательно включается ношение подобного бандажа корсета. Еще по поводу корсета я бы хотел сказать, что корсет поддерживает позвоночный столб в физиологически правильном положении при ослабленном мышечном тонусе и компенсирует опорную функцию пораженного сегмента. Съемная подушка в корсете также оказывает дополнительную поддержку в области поясницы и значительно разгружает мышцы спины. При обходимости, конечно, эту деталь можно снять, например, в случаях, если у человека усилен лордоз, то есть изгиб в поясничном отделе. Удобные корсеты для пояснично-кресцового отдела позвоночника должны обязательно иметь застежки-фиксаторы поверх основной части корсета. С их помощью фиксируются обхват и прилегания для более комфортного ношения. Такие корсеты подойдут людям, которые ведут сидячий образ жизни, или, например, людям, которые вынуждены долгое время находиться в одном и том же положении. Они, с одной стороны, не затрудняют обычные, скажем так, движения, с другой стороны, они не мешают активности, своей активности бытовой, не мешают дыханию, давая возможность человеку свободно передвигаться, и самое главное, они снижают риск излишней неправильной нагрузки на костную систему, на позвоночник, особенно если в этом месте есть либо риск образования, например, какой-то проблемы, например, грыжи диска, либо у человека она уже есть, но ему нужно, скажем так, не выключаться из рабочего процесса, либо у него, например, уже активное воспаление спало, но, опять же, деятельность человека связана с повышенной нагрузкой на поясничный отдел позвоночника, на этот сегмент, который может привести в будущем к увеличению, например, той же грыжи. Поэтому корсеты в этом случае являются, ну, скажем так, незаменимыми помощниками. В основных случаях, теперь по высоте, в основных случаях высоты корсета 24 см, достаточно вполне себе достаточно для стабилизации поясничного отдела спины. То есть, они бывают узкие, бывают широкие, вот выбирайте 24 см, если решите себе приобретать такой корсет. И при выборе изделия еще очень важно обращать внимание, какую поддержку оно оказывает. Степень поддержки зависит от количества ребер жесткости. То есть, мы говорили о том, что есть, скажем так, для профилактики, то есть, в кавычках, легкие корсеты, и средней жесткости, и жесткие корсеты, где 4 и 6 ребер жесткости. Мы выяснили, что для достижения лечебных функций ребра жесткости должны быть обязательно металлическими. И для более жесткой фиксации используют менее гибкий материал в ребрах жесткости. Например, такая модель, это модель SLB04. Такие корсеты удобны в ходе курса лечения. Именно потому, что за счет съемных элементов их жесткость можно регулировать. От минимальной легкой степени до максимальной. И на ранних стадиях восстановления изделия используются, например, как жесткий корсет, а на более поздних этапах можно уже это же изделие превратить в полужесткий корсет. Здесь есть также фиксаторы по обхвату и застежка для правильной фиксации. В общем, все, что нужно в данном корсете есть. Данные корсеты я выбрал для этого выпуска не случайно. Все изделия Interlin прошли клинические испытания, что имеет очень большую важность для меня, как для врача, потому что я понимаю, что они работают абсолютно точно и продуманы мелочи и детали. Они также имеют разрешение Росздравнадзора, как медицинские изделия. И при разработке их конструкции, опять же, я изучил эту тему, участвовали врачи, лаборанты-технологи, создавали наиболее удобную анатомическую форму изделий, а фокус-группы оценили удобство и эффективность. Грубо говоря, эти корсеты созданы командой специалистов. Существуют рекомендации, которые могут послужить ориентиров для многих случаев. Если вы используете жесткий или полужесткий пояснично-кресовый корсет, то желательно начинать с продолжительности ношения данного корсета примерно до 3 часов. А затем это время можно постепенно увеличивать, опять же, в зависимости от самочувствия, выраженности боли. После уменьшения болевого синдрома корсет можно начинать использовать в режиме, как говорится, по требованию, сочетая его с лечебной физкультурой. По требованию я имею в виду, например, при повышенных каких-то нагрузках, при длительных перелетах, при подъеме тяжести, например, не знаю, из магазинов сумку несем, обязательно используем корсет, если эта сумка тяжелая, либо находится, например, еще в одной руке. И опять же, лучшая система, когда мы даем нагрузку равномерно, используя корсет. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы задавали свои вопросы в комментариях. Обязательно не стесняйтесь, я с радостью на них отвечу. И на самое интересное запишу обязательно новые видеоролики. Вы видите, что я это делаю регулярно. С вами был Сергей Длин. Заботьтесь о своем здоровье правильно. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!